Всем привет! С вами Ера Кураж, мы продолжаем проходить Маскераду. Итак, Сорель, Кальден. Храбрый ты человек, Кальден, раз не боишься ступить на землю у белого шпиля. Ты так говоришь, будто мне и надо что-то бояться. О, конечно нет. По крайней мере, не здесь. Эти чуваки меня постоянно перебивают, черт возьми. Так вот, я хотел сказать, что в прошлый раз мы с вами наше расследование продолжили и выяснили, что где-то должен быть стекладу, в которой что-то может знать. О, вот и вы, миссир. Надеюсь, все хорошо? Вполне. Готовьте экипаж, пожалуйста. Нам пора выезжать. Мореход, может, ты пойдешь вместе с близнецами? Заодно и познакомитесь поближе. Как они тебя слушаются? О чем ты хотел поговорить, Лучия? Что? Только не говори, что случайно оказалось в шпиле. Я случайно оказалась... Что ж... Я никогда не рассказывал тебе о нищем, который оказался слишком хитрым. Лучия. Учти, в конце этой истории он умирает. Рассказывала. И не раз. Масочники с каждым днем делаются все сильнее. В каком смысле? Они захватили безмолвный орден. Поэтому в настоящий момент я направляюсь туда. Давно ли его захватили? Несколько недель назад. Война идет уже пять лет, Чичера. А эти твари с каждым днем делаются все сильнее. Мне надо узнать, как. Так вот, почему ты уговорил Авестуса призвать меня в город. Чтобы использовать в своих целях? Мне пора. Расследование ждет. Чичера, не надо так. Ты единственный, кто... Безмолвный орден. Поехали. Было бы неплохо, если бы ты меня подбросил. Так, мореход. А-ма-ма-мореход. Ты что за ика? Почему тебя зовут мореходом? Часто бываешь за пределами пояса? Уже нет. А раньше бывал? Бывал, пока не остепенился. В смысле остепенился? Открыл сиротский приют. Чего, прям для детей? Нет, конечно. Для собак и кошек. Ой, я так люблю зверушек. Что? Смотрите на дорогу вы оба. Лена, прекрати издеваться над братом. А ты, Рикардо. Слушаю, миссир. Просто смотри на дорогу. Просто игра посылает довольно-таки смешанное послание. То есть в прологе мы вроде как играем за тех, кто революционеры. Ну, организаторов восстания. А здесь получается, вроде как мы помогаем официальным властям, а-ля. О, давайте вот это тоже возьмем. И вот это. Может здесь еще что-нибудь есть? У нас что-то есть зато о войне масок теперь. Давайте почитаем, кстати. Масочники? Нет. Другие персонажи. Мир. История. Война масок. Мне тяжело говорить об этой войне, поскольку ее история так глубоко переплетается с историей моего изгнания. Но с годами я понял, что документирование произошедших событий помогает залечить душевные раны. Война масок началась пять лет назад с измены, как это официально именуется. Мой брат, Сарис Гавар, злоупотребил своими полномочиями хранителя зала масок и передал значительную часть запаса маскерин, принадлежавших к канцелярии масочникам Читта. После его смерти масочники год за годом пытались неисповергнуть угнетавшие их силы, преимущественно канцелярию. Однако, поскольку у них больше не было сильного лидера, все эти попытки по большей части терпели крах. Насколько мне известно, гражданская война не увенчалась ничем, помимо множества загубленных жизней. В основном жизни масочников. И теперь пять лет спустя, как в моем изгнании подошло к концу, так и эта война, кажется, сходит на нет. Кажется, не очень она сходит на нет, если честно. Так вот, о каком деле шла речь. Люча говорила об этом. Ты уже виделся с ней? Именно ее мы и ждем. Она должна помочь нам проникнуть внутрь. Ей пришлось задержаться. Но мы она скоро появится. А ты сюда зачем приехал? Из-за расследования. Мне надо кое с кем встретиться из этого района. Боюсь, тебе придется подождать. Партьери делают все, что от них зависит. Но масочники... Кажется, наши люди просто выдохлись. Как вы вообще умудрились потерять этот район? В партиере, которым удалось выбраться живыми, говорят, что масочники неожиданно наводнили улицы. Все произошло слишком быстро. Мы потеряли район за одну ночь. Что ж, увидимся позже. Весьма вероятно. Я так полагаю, официальными путями нас туда вряд ли пустят. Пока мы ждем, след простывает. А кто сказал, что мы чего-то ждем? Ты сказал. Я сказал, что поговорю с ним позже. Это не значит, что мы будем сидеть и ждать. Хм, чувак, конечно, очень умело манипулирует словами. Говорит, с непосемьями мы, видимо, вообще не будем по своей воле никогда здесь. Ммм, канализации. Конечно же. Какое геройство не начинается с вырезания крысок? Мореход, ты же у нас силач, так? Как думаешь, ты сможешь хорошенько дернуть? Дверь не была закреплена. Интересно, почему? Что ж, идем. На что только и не дурать тебя, брат мой. Ты закрыл за собой решетку? Закрыл. Никак не могу понять хоть твоих мыслей. За последние 50 лет битвы за районы начинались исключительно с открытого нападения. О стоках никто и не думал. Я ожидал, кстати, какую-то заставочку. Странно, что тут собирается туман. Туманы теперь стали появляться по всему городу. Вообще везде? Да, иногда даже на улицах. Так, синяя шкала обозначает заряд маски члена отряда. Заряд маски расходуется на принятие на ногах и он выполняется сам по себе. У каждого из игровых классов есть свой уникальный способ ускорить восполнение заряда маски. У Павизьери заряд маски выполняется быстрее, когда они получают урон. А, ну это танки. У Сикарио заряд маски выполняется быстрее, когда они перемещаются или проводят автоматические атаки. О, это по мне. Давайте-ка. А, нет, мы сейчас вот так вот сюда подойдем. И теперь можем бомбануть. Эй. У Диржа заряд маски выполняется быстрее, если они стоят на одном месте. А, ну это понятно. А давайте бомбанем хоть-нибудь. О! Как хорошо мы бомбанули. Эй. И здоровье у нас, кстати, тоже потихоньку в самом пути все восполняется. Это приятно. Оп, бомбанем. Оу. Так, течение недели оставляет за собой огненный след. Ух ты, прикольно. Но мы с вами сейчас вот это сделаем. Эхей. Неплохо. Клянусь волнами, откуда здесь Фэй? Даже говорил, что Томан стал частным гостем в городе. Да, последние несколько лет. А Фэй? Они тоже перестали быть редкостью. Думаешь, они как-то связаны? А ты не видишь между ними связи? По-моему, она очевидна. Возможно, Веджилы что-то об этом знают. Надо будет спросить, когда мы вернемся. А пока... Нам пора идти. Мгм. Мгм. А карта? Вот карта бы мне. У-у-у. Полагаю, что выход безмолвный орден в той стороне. Что они делают? Так или иначе, нам придется через них пройти. Ты готов? Да, как всегда. Нифига себе там тварюшка. Маски дарят могущественные способности, которые могут переломить исход сражения. Чтобы активировать маску, сначала нужно израсходовать часть ее заряда, применив ту или иную способность. Вы сможете активировать маску после того, как израсходуете определенный заряд. Отлично так. То есть нам надо, получается, бомбануть вот этого гаденыша? О! А, нам не хватает на кредо? Нам хватает на кредо. Давайте бомбанем же поскорее. Ииии... Жук. Ай. А тут дрянь крепкая. Может, попробуем сначала мелочевки тогда порешать? Хм. Кулдавны, конечно, у нас адские. О! Но при этом... Эй-ей-ей, мелкая дрянь. А давайте маску еще применим. Ай-ей-ей-ей. Ой-ой-ой-ой. Эй. А мы неплохи. Мы очень неплохи. Ха-ха. Такс. Кстати, мне, наверное, хотелось, знаете что... Эй. Ну, кстати, да, вот это вот передвижение между автоатаками, она позволяет нам заряжать наши обилки. Например, ну, я не знаю, опять же, привожу к примеру лигу. Триндомир, когда он собирает этот... Статик Шив, лучше всего между автоатаками тоже атаковать. Так, навыки. Хм-хм. Блин, вообще, был бы интересен, если бы этот чувак качался сам. Ну, давайте ему... Ух-хм. Ух-хм. Когда сфера проходит свой союзник, у лечения. Лечение нам пригодится. Так, а здесь стоимость 1. Струя воды. Реставрация. Приактивация любой метки, кроме установки, единиц заряда маски. Так, здесь нет, нет, нет. Смотрим, что еще. А вот здесь. Удар воды. Во, меточка. Давайте зафигачим. Теперь вернемся к нам. А у нас с вами что? А нам с вами бы... Вот это. Мне нравится добавить метку. Идея. И... Приактиваться любой метки. Ммм, нет. Во. Вот это неплохо. Будем качаться в дэмэдж дилера. Ммм, фига себе. А вот здесь что? Попу-пу. Давайте... Так. Наверное, нам хватит одной способности, которая будет накладывать метки. А вот остальные способности должны быть максимально эффективны. Наверное. Ой. Здесь что-нибудь мы еще найдем? Ха. Подозреваю, что нас туда еще отправят. Вполне возможно. Ну, вряд ли же они... А, да. Масочник. Ты был прав. Идем. Мы почти на месте. А что если нас попытаются убить? Будем защищаться. Вот и все. Я хотел сказать, вряд ли, что эту штуку рисовали просто так, а потом понял, что выходить-то нам и некуда. Что не так? Я не самый легкий человек на свете. Да ладно. Лестница должна быть крепкая. Пожалуйста. Давай. Проклятье! Цел? Я же говорил. Взять его! Чтобы приказать члену отряда удерживать позицию, нажмите H. B. Поведение союзников. Полностью отключить компьютерное управление, задать минимальное... ... Так. Ух ты! А мы можем вот так вот сделать, и нам что-то даст. Да. Ой. А, кстати, мы можем... Нет. О, нормально. Блин. Давайте до лучника доберемся, а? Я так подозреваю, что он... Ну, если на халяву будет потиховать, ничего хорошего не произойдет. Хм. Мы можем активировать... Да. А, у нас правильно. Мы огнем активируем воду, это дает оглушение. Пока ты расхаживаешь в синей форме, мы ничего не узнаем. О чем ты? Вон, у того широкие бедра. Его штаны вполне подойдут. Да его рубашка мне даже пол груди не закроет. И... Хорошо. Впечатляющая татуировка. Вот уж не ждал от тебя. Да. Спасибо. А что она означает? Ты расследуешь дело моего брата или майора? Да ладно. Ну, хотя бы наш персонаж довольно-таки легкий в общении. О, они должны быть нас услышали. Припасов у них тут не на одну неделю. Застало. Посмотри, что у них тут. Так. А здесь что? Не хочется чего-нибудь упустить. А, ну, желтые, кстати, это такие опциональные вещи. О. Пульнем по нему вот так. О, как быстро. Друг, а вот тебе огонечки. Ну, оглушение-то здорово. Смотрите-ка, здесь продолжается вся. Эта история. Но у нас вот эта штучка. Неплохо. Я все-таки сниму с него маску. Не маску, а эту меточку. Видимо, зря мы не осмотрелись там. Эй-ей-ей. Эй. Ага. Да ведь тогда вернемся назад, чтобы не пропускать это место. И осмотримся все-таки. А то, чем дальше мы уйдем, тем ленивее будет возвращаться. А хочется. Я не понимаю, почему из всех районов выбрали именно этот? Говорят, тут живут одни тюфяки, и здесь нельзя держать оборону, рядом от проклятый белый шпиль. Так почему именно здесь? Конечно же, я спрашивал. Они сказали, это был выбор Глашатая. Он указал на это место. Не знаю, почему. Я спросил, но Матова не смог мне толком ответить. И я про Глашатая почти ничего не знаю, поэтому и догадок у меня никаких. Знаю только, что ему позарез понадобился этот район. Там есть что-нибудь ценное? Тот, кто это написал, упоминает любопытного персонажа, некого Глашатая. А я еще вот это нашел. Ждать фриказа Глашатая и больше ничего. Что за Глашатай? Понятия не имею. Первый раз о нем слышу. Должно быть, это кто-то новый. А может быть, я просто знаю о масочниках, куда меньше, чем думают все жители этого проклятого города. Кажется, тут не осталось для нас ничего интересного. Так. Действительно хорошо, что мы не упустили этот момент. Я почему-то подумал, что там может быть выход. Крысы? Мы говорим с крысами? Неужели это маскарина? Клянусь эпохами. Должно быть, ее не заметили под слоем грязи. Чистая маскарина? Хм. Придется разыскать Арджиане и Фаба, чтобы воспользоваться ей. Не годится, чтобы нас заместили с чистой маскариной. Ты собираешься оставить ее себе? Ну, если ты не сообщишь о ней в канцелярию, то я подавно не буду. Хе-хе. Ну ладно. Мм. Мм. А. А-а-а. Типа, эти маскарины, они, видимо, дают нам вот эти скиллы масок. У, прикольно. Полезно знать. Может, это, кстати, где-нибудь в халпе было, но... Ну, в смысле, в этих... В библиотеке знаний, но не самое интересное. Ну, то есть, интересное чтиво, но... Хочется действия. Так, нам удалось проникнуть внутрь. Что дальше? Переищем нашего стеклянных дел мастера. Можно начать с центрального рынка. Кажется, к нему ведет от проулок. Цветная маркировка. Зеленый цвет фермеров. Красный кузнецов. Бирюзовый. Кожевников. А цвет стекольщиков... Желтый. Опачки. А что это за наши друзья в красном? Похоже, наш стекольщик сбежал. Надеюсь, он не все успел забрать с собой. А что ты ищешь? Заказы, чеки. Все, что может пролить цвет на его связь сразу. Я тоже буду искать. Я кое-что нашел. Что это? Заказ. На полсотни стеклянных колпаков. И кем он подписан? Самим разом. Его подпись. Привет. День добрый, ребята. Разве нам не приказано быть? Ворота. Проклятие. Чуть не попались. И верно. Надо спешить. Заказанные колпаки требовалось доставить в дом на этой улице. Ну, и я так думаю, при озвучке я еще и буду исправлять косяки перевода все-таки. Они спешат. Видимо, у ворот что-то произошло. Нам надо идти. Никто не обращает внимания, что мы бежим в противоположную от битвы сторону. Или наоборот. Мы бежим как раз-таки в самое мясо. Одно из двух. Марко? Марко, мы же должны быть. О, нет. Вы же... БИХ! О, как мы сейчас сочно упорим этих ребят. Ха-ха. Такс. Ммм. А вот это что-то нам восстанавливает. Правильно же? Ну-ка, друг. Распрощайся с жизнью. Ну и ты там, конечно, и шкидаешь, но... Удачи тебе в этом. Удачи. Так. Давайте бомбанем. Оф. А водичка нас еще и лечит. Какая прелесть. Офу-фу-фу-фу-фу. Что это было? Мы не имеем времени. Давай. Клянусь волнами. Да лучше не ругайся, а ищи, мореход. А вот и его заказ. Но для чего ему понадобились стеклянные колпаки? Ясно, что это имеет какое-то отношение к ФМ в его кабинете. А вот какое именно? Антиран? Любимое средство моей мамы. Что? Дезинфицирующее средство. Она частенько применяла его, пока я рос. Значит, ты был драчу новым. Это еще слабо сказано. Я дрался не меньше дюжин раз в неделю. С кем дрался? Ну, в основном с моим. Трудно сказать. С разными людьми. Я не забудь. Обрезки бумаги? Они тоже чистые. Бумага. Из такой состояли феи его в кабинете. Вот. Я не понимаю. Кровь. И на полу вокруг тоже кровь. Взгляни на рисунок. Здесь аккуратные капли. Не видно брызг и пятен, как в остальной части комнаты. О чем это говорит? В этом круге кровь была пролита с умыслом. Единственный вопрос, с какой целью? Друг гигиена. Что ты делаешь? Ты ведь хороший целитель, мореход. Ну, вообще неплохой. А что? Клянусь, волнами что? Погоди ее лечить. Что ты хочешь проверить? Ну вот, мореход. Теперь самое время. Ладонь, мореход. Мы что, сумели? Вылечи меня, Кальдин. Мы создали эту штучку. С другой стороны, она не такая страшная. Только вот их прибавилось почему-то. Оп. Но зато эти штучки мы можем встанить. С легкостью и любовью. Глазам своим не верю. Мы только что вызвали Фея. Ни одна душа в Чите не умеет вызывать этих тварей. Так ведь? Клянусь, волнами, как мой брат Дага... Ничего не понимаю. Что? Кровь. Слишком много ее пролито. Пятна по всей комнате. Здесь шел бой. С несколькими участниками. Я не совсем понимаю. Что означает бой в такой комнатушке? Совпадение? Вот уж вряд ли. Нет. Кровь здесь явно лилась не случайно. Что? Не похоже на убийство. Скорее захват. Пленника обезвредили. Ты считаешь, что моего брата захватили в плен? А потом бросили все как было. Засохшей кровью уликами. Почему? Зачем им это понадобилось? Так, Рения. Мы сейчас... Не надо. Твой ребенок ранен? Не слушай его рения. Этот мореход целитель. Может быть еще не слишком поздно. Прошу вас. Маскерину долой. Второй раз я просить не буду. Полус, послушай меня. Если бы он хотел нас убить, мы уже бы были мертвы. Ответишь на мои вопросы, мореход вылечит твоего ребенка. Все что угодно, умоляю. Когда вы захватывали район, в этом доме находился его владелец. Мы видели, как отсюда вышел Глашатай с телом. Именно так я понял. То есть решил, что тут никого нет. Он был жив? Во всяком случае пытался вырваться. Значит, он у них. Кальдон, займись ребенком. Кто такой Глашатай? Наш вождь, который говорит с нами от лица госпожи. Госпожи? Малышка потеряла много крови, но жить будет. Благодарю вас. Благослови вас, госпожа. Спасибо. Кто такая госпожа? Заперто. Выбивайте. Портиери. Калдон, измашем шею кровью. Что? Скорей. Пригнись. Инспитория? Силенция Витрес, мессир. Вижу, старина Чичера Гавар не разучился держать в руках оружие. Да, мы целы. Мы получили приказ привезти вас в Валенсию, мессир. Я подожду вас снаружи. Гавар. Спасибо. При этом, знаете, с одной стороны, нам вроде как особо свободы не дают, но потом вот эти комиксовые зарисовки и понимаешь, что да и ладно, прикольно же довольно-таки. Расследование привело меня в дом, где Радзитов проводил эксперименты. Судя по тому, что мне удалось выяснить, он научился призывать феев. Существо определенное... А, существует определенный обряд, для проведения которого требуется пролить кровь, а также подготовить материал, из которого феи должны будут сформироваться. Я подозреваю, что туманы, которые теперь наблюдаются в Чите все чаще, тоже как-то с этим связаны. Откуда он почерпнул такие знания и что собирается делать со всеми этими феями, я не представляю. Зато я знаю, что эти сведения будут крайне интересны Веджилам, ведь до сих пор никто из граждан Чита не мог похвастаться тем, что в полной мере понимает процесс рождения феев. Возможно, когда я загляну в Коношенцу, я заодно смогу выяснить, что Радзитов там искал. Надеюсь, это поможет мне понять, зачем во имя всех наследий он мог понадобиться масочникам. В доме, где он проводил эксперименты, мы с Кальденом наткнулись на семью масочников, которые признались, что Радзитов взяли в плен. Этих сведений мне недостаточно. Масочники – большая фракция, и на то, чтобы проникнуть в их ряды, уйдет слишком много времени. Кроме того, на теплый прием мне рассчитывать не приходится. Они скорее убьют меня, чем снизойдут до разговора. Нет, идти к масочникам сейчас нельзя. Ну, можно повысить уровень. Эхей. Дальность атаки нам не нужна. А вот здесь, смотрите. При применении у находящихся рядом союзников устанавливается здоровье. У персонажа. На себя или на союзников. Интересно. А давайте союзникам, потому что союзников два, а мы одни. Просто, ну, будем думать о других. А здесь давайте возьмем... Провоцирует. Да. Вот теперь можно взять провокацию. Синенция, можно у тебя на пару слов? Как вы проникли внутрь? Когда вы ушли, Валенсио приказал двоим из нас проследить за вами. Он знал, что ты что-то придумаешь. Это подло, 300. И все. А я могу вот так? Я могу еще метку сбить. Ух. Ага. Оф. А почему никто вот этот метку не соблют, а? Ладно. Ай, она снялась. Моя меточка. Мучился, ставил, понимаешь ли. Ну, ладно. Оф. А, и все. Грустненько. И быстренько. Что ж, видимо, надо прорываться и опять с боем. Эй, друг. Не, вот сюда. Вот. Эй, друзья. Смотрите, что я принес. Ха-ха-ха. Он поставил на место нашей метки свою и сбил нашу. И получилось, что мы двоих оглушили. Прикольно. О, тут какой-то очень умный маг. Ну-ка. Отличненько. И давайте вот эту метку и собьем сразу. Держи. О, давай, сэр. Валенцио в маркетплейсе. Оф. О-о-о. А чуваку сейчас достанется, если мы не придем к нему на помощь. Мне что-то подсказывает. Ну, давайте не будем пока делать поспешных выводов. Но, я думаю, лучше мы вот этих чуваков зафигачим. А потом разберемся ху из ху. Эй, ты куда? Не торопись, друг. А друг что-то торопится, если честно. Так. Давайте помогать Валенсио уже. Оф, а у них тут вообще какая-то луна. Не хватает музыки, разве что. И шо бы нехило. Эй-ей. Нормально так вообще. Чувак, бедный один. Его просто тут затыкивают. И два очка опыта. Убежденность. О, вот это прикольно. Но мы с вами возьмем вот это. Базовый скилл, который нам всегда пригодится, думаю. Эй, куда нам? А где Валенсио? А, он, наверное, тут и стоит. Ага. Все-таки хотелось бы хоть в диалогах выбирать варианты ответа. Валенсио, что с другими отделениями? Большинство вернулись к живым и здоровыми. Матери невелики. А Гла-Шатай? Никаких следов. Зато в ближайший час ожидается полный захват района. Ты следил за мной, не спросив моего согласия. Синенце, ты свободен. И я тебя рад видеть, Чичер. Ты меня использовал. Чичера не надо. Я не для того вернулся в город. Именно поэтому я тебя ни о чем не спрашивал. Прости меня. Мне очень жаль, но если бы я попросил тебя помочь нам отыскать другой вход в район, ты бы отказался. Значит, ты действовал у меня за скиной, воспользовал со мной, чтобы убить людей моего брата? Они убили многих из наших. Это послание для них, Чичера. Послание, благодаря которому война может закончиться. Какой ценой? Я тоже не каменный. У меня есть сердце. Но в первую очередь оно болит о моих погибших родичах, а не об их убийцах. И если ради долга мне придется переступить через твои идеалы... Уж извини. Я понимаю, что в каждом из них ты видишь своего брата. Я понимаю, как... Ты ничего не понимаешь. Синенце, будь добра. Передай инспиторию и его спутнику их одежду. Должно быть. Мои слова мало для тебя значат. Но я еще раз прошу прощения. Но ты без колебаний поступил бы так же. Да. Инспитория. Мы прям здесь будем переодеваться? Если мы вдруг понадобимся, то мы здесь, миссис. Спасибо. Ну что ж. Мне кажется, отлично. Мы с вами какой-то снова логический цикл завершили. И на этом можем этот эпизод закончить. Поэтому спасибо Андрею Фиолетову. Спасибо Максиму Воваеву за то, что они продолжают поддерживать наш канал. Ну и огромное спасибо всем вам. Что ж. Дела ускоряются. Все потихоньку набирает оборот. Мне кажется, дальше должно быть интересно. В целом, я не знаю. Игра... Ну, я особо к ней не приглядывался. И не знал, что ожидать. И сейчас, мне кажется... Ну, ожидания могут быть хорошие. То есть у игрушки точно есть потенциал. Вот. А на этом все. Всем счастливо. Удачи. Пока-пока. До встречи через пару дней.